Программа сегодня еще более насыщенная, чем вчера. Сегодня будет 10 спикеров, вчера было 8. Следующим спикером будет мой первый босс. По факту второй. Первую судовую книжку я потерял, как у меня сейчас. Первый иззак, это вот от Центра Инфорнс. Одного босса, мой поученный учитель. Прекрасный мой поркетолог, который работал, не который работал, а команда которого работала на других работах, в том числе и самократегий, много известных компаний, одна из них авиакомпании в Сибирь, когда они учились к нам, учился у Траута и, в принципе, владеет такими интересными точками, которые ни у кого не видел, одна из них серпфал, еще одна, о которой здесь речи не идет, это метод Тельки, это, видимо, тема для выступления на следующем. На следующей конференции. Итак, приветствуйте! Алексей Владимирович Алексеев! Спасибо. Спасибо за прекрасное представление. Доброе утро. У меня сегодня такая тяжелая конструкция, я выступаю на разогреве с утра. Постараюсь правят на свои задачи. Постараюсь предложить то, что на мои предполагутые шутки бизнес-классы. Коротко еще раз представлю. Я скорее не ответил. Ну, в основном занимаюсь все-таки решением практических задач, и иногда я обобщаю, потом рассказываю, и мне будет какие-то тренинги. Скажите, пожалуйста, вот у нас сегодня тема, вообще тема нашей конференции, это B2B. То, что я буду рассказывать, это услуги. И попытаюсь, вчера, во время выступлений были вопросы, а давайте попустим все, я здесь стараюсь максимально. Скажите, пожалуйста, все ли работают все B2B? Поднимите руки, кто? Все. Может понять, кто не работает. Скажите, кто предлагает в этой сфере продукт, товар? Так. А кто предлагает услугу? Ну, большинство, то есть и услугу, и товар. Я сегодня все-таки стараюсь, постараюсь побольше поговорить об услугах в сфере продукта. Тема абсолютно неправданная, никто этим практически и не занимался. И маркетинг услуг это общая отдельная тема. И вот про это я вам хотел, чтобы вы уже говорили. Вообще говоря, маркетинг услуг появился как маркетинг, отдельно выделенный. Где-то 50-е годы. Лет 30-40 различные западные маркетологи его разрабатывают достаточно успешно. До нашей страны, как правило, это вообще не доходило никак. Но последние лет, наверное, 8-10, начали появляться такие заработки, посвященные этому. Ну и если говорить про вообще услуги, то услуги отличаются от товара несколькими, а такими простыми вещами. То есть я сегодня не буду вообще играть роль такого капитана очевидных. Буду говорить очень простые вещи, которые, в общем, наверное, она утонула. Так вот, если говорить об услугах, то услуги отличаются и неофизаемыми. То есть мы ее не можем потрогать. Мы не можем сказать, что в этой услуге есть какие-то абсолютно четкие и понятные свойства какого-то любого товара. То есть если мы берем там айфон, да? Ну понимаем, айфон, он вот такой, да? Мы берем привезерки, и это вот такой. Мы берем панеру, панера она вот такая. Если мы говорим про услугу, то произойдет однозначно сказать, какая она. Мы практически не можем. Это первое. Второе. Услуга всегда связана с ее производителем. То есть если вы оказываете услугу, то услуга связана с вами. И она неоценимо. Вот источника и вообще услуга происходит на глазах у изумленного потребителя. То есть он смотрит, как вы производите тот товар, который он может потреблять. Иногда дает совет, иногда комментирует. Услуга, в отличие абсолютно от товара, она не имеет постоянного качества. Даже если мы пытаемся оказывать эту услугу и имеем некие стандарты, то качество этой услуги абсолютно гуляет от одного клиента чехол. Ну и услугу нельзя раскладировать. То есть мы не можем положить там еще из всех этих услуг некое количество, потом положить их на склад, а потом поставлять их нашим клиентам. Что тоже очень-то обидно. То есть каждый раз, подходя к каждому клиенту, мы должны производить эту услугу. Это как бы очевидное, абсолютное понимание, что такое услуги. В кум-логом, допустим, нельзя знать коробочный продукт. Ну вот коробочный продукт, который решает какие-то проблемы, это все-таки продукт. Есть какой-то риск, есть какие-то там наработки, но это все равно не сохраняется. Что туда стоит? Первое. Нельзя говорить об отстельном качестве услуги без относительно ожидания клиента. Клиент всегда смотрит и имеет некое представление о том, что он хотел бы сменить. Ну, самый простой пример. От одной аудитории к другой аудитории, если вы ведете, допустим, тренинг, то в одной аудитории ты получаешь много раз, ты даешь много какого-то консента, то есть какой-то информации, и как-то пренебрегаешь просто самими упражнениями, то есть выработкой навыков, да? В другой аудитории, наоборот, народ, который пришел на свой тренинг, он ждет, что ты будешь давать минимум информации и максимально будешь пропадывать на работу. И это абсолютно непредсказуемая и так вот, это и так трактная. Вторая вещь. Если мы продаем товар на надлежащего качества и говорим, что мы тут работаем над его содержанием, ну, это плохо. То есть если мы считаем маркетингом товара, это плохо, но мы не будем. Если вы ошиблись маркетингом услуги, или, как я говорю, услуги недвижащего качества, вас на рынке просто нет. То есть это, как бы, очень важно. То есть качество услуги и маркетинг услуги, качество услуги и маркетинг услуги, это ключевая вообще вещь в ее продвижении. Оттуда следует следующее, что, оказывая услугу, мы должны очень четко понимать, то, на что приблизить его подозрение, его ожидание, то, что называется, стоящий, да? И если мы хотим управлять качеством, а качество является, как я уже сказал, ключевым моментом, то мы должны как-то количественно оценивать, насколько мы будем стоять следствием. То есть есть какие-то методики, которые нам скажут, вот этому клиенту мудро, а это вот насколько он хотел. Ну, как я говорил, есть некое количество классических на настоящий момент исследований Запада, а в основе лежит работа фиолога Чехера Бернарда, который формулировал концепцию нейтральной зоны. Человек, говоря, если мы оказываем некую услугу, то для каждого элемента услуги, воспринимаемого клиентом, существует так называемая нейтральная зона. Она может быть здесь широкая, она может быть вправо, она может быть вправо, если мы находимся внутри нейтральной зоны, то, вообще говоря, чуть-чуть хуже, клиент не заметит. И чем шире эта нейтральная зона, тем свободнее мы можем гулять по качеству оказанного уровня. Есть моменты критичные, где, вообще говоря, движение влево-право практически невозможно. Чуть лучше – все, клиент счастлив. Чуть хуже – клиент абсолютно неудобный. То есть ширина вот этой нейтральной зоны, она существует к атомной элементе. И выявить ее тоже очень важно. Кроме того, существуют, допустим, нейтральные зоны, которые пристраиваются только наверху и только направо. То есть в данном моменте можно удовлетворить клиента, но зачаровать нельзя. Или с точки зрения наоборот. Полного доступа этого удовлетворения счастья у клиента не будет, но если вы не выполнили какие-то свойства, то тогда шли он чуть-чуть. Итак, бывают критические, то есть с очень низкой нейтральной зоны, бывают неправильные. То есть те нейтральные зоны максимально широка. Бывают приносящие удовлетворения, приносящие разочарования. Это не услуга, это элемент услуги. То есть, на самом деле, мы должны провести их полный анализ. Еще один, так сказать, наш опыт. И определить, к какему типу относится, а кто-то не будет. Алексей Анатольевич, я прошу прощения. Скажи, что на самом деле мы все в бизнесе услуги, которые продают товары. Хороший угодно, а то никому не будет. Ну, я думал, что это не надо говорить. Дело в том, что если мы, допустим, продаем индиционеры, но мы это обсуждаем, что мы продаем индиционеры. Мы, вообще-то говоря, продаем узбоку по климатике. Если мы продаем пластиковый локон, то мы не продаем пластиковый локон. Товар принадлежит, вообще говоря, того же производителя. Мы продаем установку пластиковый локон. Поэтому, когда вы сказали, мы продаем товар, ну, сейчас, когда наше страну, что у нас много местных товаров производителей, но, реально, то, что мы делаем, мы все-таки продаем. Даже если мы продавляем товары. То, что мы продаем, то, что мы продаем. И вот, допустим, мы говорим о пластиковый локон. Пластиковый локон – это путь. Но пока это не говорить о B2B или B2C. То есть, как производится вообще сервис? Мы разливаем весь бизнес-процесс, когда мы у нас в одинаковые элементы, и каждый элемент разводится по элементу сервиса. Ну, допустим, у нас есть монтажка, у которого есть 13 элементов. По каждому из этих элементов мы проводим некое исследование. Мы понимаем, а как клиент относится к этому элементу. То есть, первое, что делается в проекте, он идет на схеме. Есть еще одна модель, которая тоже помогает видеть. Эта модель КАНО. То есть, это безусловные характеристики, которые должны быть привлекательные, количественные и молодые. И вот этот самый, который был анонсирован в начале, это сурфал. То есть, сервис пульс. Значит, здесь сразу дается и методика исследования бизнес-процесса и оказания услуги, и ожидания потребителя. И отцепка того, как качественно мы оказываем эту услугу, то, что получается в результате потребителя по своему качеству. Ну и третье, здесь есть способ анализа нашей организации. Первое, это восприятие потребителя. В самом деле, одна из основных ошибок, мы не всегда воспринимаем качество как некую одномерную линейку. Хорошо, плохо. В данном случае, вообще, по отношению услуги, это абсолютно не так. Здесь ситуация как минимум двухмерная. А потом мы поймем, что она, на самом деле, совсем многомерная. Есть восприятие потребителя. И одна единственная важность – это ожидание. И вообще говоря, то, как потребитель воспринимает нашу услугу, очень сильно зависит. Он хотел вот это, а мы дали ему вот это. И очень часто, ну, в моей практике это бывает регулярно, у моих клиентов бывало, что есть маловажная характеристика, но вся компания целиком работает на то, чтобы вот эту маловажную практике, потому что практика, она не важна. Но мы в силу там, собственно, ментальности, для понимания, тратим огромные деньги и так далее, чтобы удовлетворить именно вот это ожидание. С другой стороны, есть важная практика, которая у нас каким-то образом забыла. Вот, оказывается, что есть, где мы теряем времени, есть несущественные раздражители, есть то, что мы должны менять сразу же, есть область наших конкурентов средств. То есть то, что важно, и то, что мы делаем хорошо. Есть вещи, которые мы делаем не очень хорошо, но это важно. Это выявляется. И это первое, что нужно делать, когда мы занимаемся своими услугами. То есть комаркетингом. Здесь рассказано, что и есть специальные патаганы. Мне советую сразу копировать западные образцы, чтобы найти интернет в специальной литературе. Общайте исследования западных университетов. Там проводят половина студентов, и интернет просто пишет исследования им сервиса в библиотеке того или иного университета. То есть это такая стандартная, курсовая работа, и несловная работа с этими студентами. Так вот, дело это первое. Сначала делается определение нейтральной литературе. Есть специфические анкеты. Смысл, наверное, следующий. То есть человека спрашивают, который еще не воспользовался, то есть потенциального клиента, опрашивают и спрашивают. Задается два вопроса, и он должен спросить. Если это будет так, то оцени по 7-бальной шкале, насколько это будет здорово. А если это будет не так, то оцени по 7-бальной шкале, насколько это будет здорово. На первом этапе мы выставляем ширину и положение всех самых неправильных дел. После этого делается следующее. Человек, получив услугу, мы провели второе. Мы проверяем, что ты ожидал, и что ты в конце концов получил. Вычитая опять же из первого и второе, мы получаем ту самую практику. Что что-то мы делаем хорошо человеку важно, что-то мы делаем хорошо человеку это не надо, что-то мы делаем плохо, а люди нет друг друга. Это основа к этому вопросу. Мы с вами смотрим, вообще говоря, на процесс окончания услуги. Есть сторона потребителя, есть сторона поставщика, то есть компании сервисные, которые оказываются. которые формируют, если человек получил ту или иную информацию, у него отличный опыт, он ожидает нечего. После этого мы смотрим, что а насколько там наша компания вообще понимает, для чего нужен человеку. И первый раз, то есть вот кто и для чего вообще человек может быть ненужен, заключается в том, что мы, как руководители компании, не понимаем, что нужно нам. по нашему потребительству. Первая разница, которую он очень часто говорит. То есть мы хотим человека, особенно накормить, а ему нужно, чтобы там, какие-то официанты спределить. Ну вот классическая вещь, в которой я как бы поучаствовал, даже если мы немножко параметрировали, да, мы проводили исследовательный классический ток, и в девяностых годах все кричали, мы производим окна за три дня. Вот наши исследования показали, что вообще говоря, по три месяца, можно не дышать. Абсолютно безразлично. Если скорость производства ока закладывается в две недели, то человек к этому относится абсолютно спокойно. Не надо делать это. А вот как это привезли человека в том, то вот срок между монтажом и, точнее между привозом затраты и монтажом, то есть просто люди не понимают о том, что мы потребитель, вот такие вещи, что ему абсолютно неинтересно, что он производит, если это не потребляет за такие недели и месяцы. Но вам абсолютно такая потребитель, они просто повторяют. И вот эти вот рекламы о том, что мы производим окна за два дня, она абсолютно ушла после этого. Ну, я надеюсь, и наши исследования, мы работаем на одной очень крупной компании, они вот эти, мы им похоронили, они заинтересованы. Второе. Менеджмент понимает. А понимание менеджмента выражается в чем? Насколько это отражает сертификаты. Это может быть отсутствие проектов регламентов, которые говорят о том, что делай раз, делай два, мы получаем именно вот этот регламент. Или, понимание есть, даже есть некий регламент, но этот регламент абсолютно не противопытный, потому что он не нужен. Ну, прописали бы, что да, мы тут должны вот это сделать за какой-то профиль. Другие нет, денег они там недостаточно мотивированы, можно сказать, нет, чтобы сделать только, как говорится, и часах не будет. Второй разъем. Третий разъем. Третий разъем. Вот эта спецификация, она входит против противоречий между этими показателями. Ну, допустим, банки. У кого-то банка требует клиентоориентированности, чтобы операционист работал с клиентом, так сказать, как с родным. С другой стороны, есть план по количеству окружающих клиентов. И это будет внутреннее противоречие, которое просто не даст. И последнее. У человека есть некое впечатление о том, какую услугу он должен получить. Это наша коммуникация, это наше коммерческое предложение, это наша реклама. Человек не видит того, что ему обещают. Это тоже очень часто бывает. Особенно, когда оно подходит на специфический магазин. Ну, и формирование любого из этих разрывов говорит о разрыве между ожиданиями клиента и тем, что он в результате получил. Все хорошо, вот такая классика, но у нас бизнес-то-бизнес. Вот эти все подходы, которые я сейчас предлагал, они на самом деле являются классическими и являются подходами для B2C в основном. Или, если говорить о бизнес-то-бизнес, это то, когда нашим клиентом является малый, сверхмалый, микро или даже средний бизнес. То есть, когда мы оказываем услугу, и потребителем является одно лицо. Ну, как правило, первое. Ну, или кто-то из руководителей. Да, тогда он воспринимает то, что мы ему предлагаем, именно в рамках этой модели. что происходит, когда мы выходим на средний бизнес. Ну, не говорю уже о не с утра будет упомянутому Газпробу. Есть некая структура. У этой структуры существует формальное описание. В рамках этой структуры существует еще и неформальное описание. То есть, на самом деле, механизмы принятия решения в рамках любой структуры, они не формализованы, но, если вы хотите выйти на нее и получить какой-то результат, то вы должны это учитывать. Ну, как говорят, говорили мои коллеги, участвовать в политике клиента мы не должны, но учитывать мы ее обязаны во внутренней политике. Мы должны понимать, какие внутренние течения есть, какие существуют противоречия, на кого мы ходим и как мы выходим. И для того, чтобы нам продать услугу и получить, так сказать, продать ее и отследить, какая услуга должна быть, мы должны очень четко понимать расстановку ключевых игроков в компании клиента. И здесь есть четыре момента. Первое – это роль в принятии решения. Второе – это уровень поддержки нас, как поставщиков. Третье – уровень влиятельности. И нужно понимать, что роль и уровень влиятельности – это далеко не одно и то же. Ну, и уровень общения с нами. Ну, простой пример. Мы продаем тренинг в продаже. Кто является нашим покупателем? HR. Ну, вот, я думаю, что тут есть люди, кто продает. Вот мы продаем компанию тренинг в продаже. Как принимается решение? Ну, иногда бегают тендеры, там, все по-взрослому, там, осматривают кого-то, потом совещаются. Реально существует четыре позиции, которые участвуют в принятии решений. Основная позиция – это тот, кто принимает решение. То есть, это держатель бюджета. Допустим, инициировать процесс покупки тренинга-продаж может и часто. А держатель бюджета, допустим, является начальник отдела продажи. Есть человек, который утверждает. Как правило, это один из топов. То есть, да, человек распоряжается бюджетом, но ему не до конца делегированным поручением по выбору и утверждению подрядчика. Поэтому есть человек, утверждающий. То есть, это кто-то из топов. Есть привратник или охранник. Оценщик. Как правило, бухгалтер, финансовый директор или кто-то такой. Он не может сказать «да», но если он говорит «нет», то уже никуда не денешься. Нет денег. Это для нас слишком дорого. Обойдемся внутренней силой. Ну, и самое страшное, что пользователь, то есть, тот, кого, вообще-то говоря, мы продаем, тот, кто будет пользоваться нашим услугом. Это четвертая лица. И когда мы изучаем все это, мы должны абсолютно четко понимать, что мы, рабочие с крупной средней организацией, сталкиваемся вот с четырьмя такими сущностями. И каждый как-то принимает участие в процессе принятия решения с одной стороны, с другой стороны, и в оценке того, что мы им предложили, участвуют все четыре. И каждый смотрит на отдельные элементы касательных услуг абсолютно по-разному. Там HR смотрит на какие-нибудь вещи, которые связаны с эзотерикой в виде команды образования. Начальник отдела продаж смотрит, насколько у него снялись головники по работе с продавцами. Финансовый директор смотрит на то, насколько уизменились показатели отдела продаж. То есть каждый, а после этого еще кто-нибудь говорит, они туда поехали, там что-то повеселились с ними, что-то такое поделали, приехали как хочет, а нам-то чего, мы за это деньги заплатили. Поэтому очень важно, когда мы говорим о маркетинге, это именно определить, кто как воспринимает те или иные бизнесы и те или иные элементы наших услуг. Есть еще три позиции. Это уровень поддержки. И здесь, ну можно так сказать, вернуться к вчерашнему выступлению по поводу аттракции. Конечно же, там уровень поддержки может быть, допустим, завязан на каких-то материальных вещах. Или человек скровно заинтересован работать именно с вами. Или у него есть предыдущий опыт работы с вами, допустим, на предыдущем месте работы. И он на новом месте работы привел к вас. Вы начинаете с ним работать. Мы понимаем, что вы снимаете какие-то символики. Есть нейтральная поддержка, есть отрицательная поддержка. То есть, есть такое понятие, как уровень влияния. Нужно четко понимать, что уровень человека и его влияние на процесс принятия решения это вещи далеко не очевидны. То есть, есть люди, допустим, с низким уровнем, с низким влиянием, это непонятно кто. Можно найти начальника службы безопасности, который имеет высокий уровень, но, уверяю вас, продать, допустим, тренинг продаж или еще что-нибудь через чиновника высокого уровня, который не имеет влияния, тоже нельзя. Есть низкий уровень на высокое влияние, так как правят эксперты, которые прислушиваются, и с ними обязательно надо работать. То есть, их можно использовать в качестве гуру в данной организации, но не надеяться, что если не сказали «да», то что-то получится. Ну и, конечно, самый цинус, это когда у нас есть люди и мы выходим на них, это люди с высоким уровнем и с высоким влиянием на принятие решений. Это тоже нужно понимать при продаже. Значит, определяется очень просто. Когда вы проводите встречи, интервью, беседы, вы должны задавать вот эти вопросы. Значит, можно там фотографировать, можно просто дождаться, когда организаторы раздадут эту презентацию. То есть, презентация, конечно же, будет доступна. То есть, мы задаем прямые вопросы по вот этой схеме и, обрабатывая ее, мы получаем внимание, кто вообще, говорят, является главными кеглями в компании-клиенте. Ну и уровень общения. После этого мы составляем такие вот карточки. То есть, мы рисуем формальную и, если нам удалось, неформальную структуру организации и по ключевым игрокам создадим вот такие карточки. То есть, начальник-директор IT, менеджер по IT-системам. И так далее. И смотрим потом, каким образом мы можем преодолеть заходы, которые существуют в организации, и пройти через на то, что нам надо. Это то, что касается, скажем так, кто наш потребитель, на что мы смотрим и как мы с этим работаем. Продолжая говорить об услугах в сфере B2B, хочу отметить еще два таких существенных момента. Ну, первая хорошая новость заключается в том, что нас на последнее время газеты и журналы конференции убеждают, что классический маркетинг умер. Смею вас уверить, в рамках услуг, особенно сфере B2B, все классические элементы прекрасно работают. И если анализировать, вообще говоря, о неуспехе тех или иных организаций, можно сказать, что начинается с того, что мы сами себя неправильно понимаем, кто мы такие. Ну, есть один специалист, который занимается исключительно оказанием, ну, как эксперт, занимается исключительно в сфере оказания консалтинга, в сфере услуг на B2B, это David Masters. Следующее я буду рассказывать, это основываясь на его изыскании и на своем личном опыте. Надо четко понимать, что компании, которые существуют в сфере услуг, делятся на три типа. Первый – это компании процедурного типа. Мы оказываем услугу, которую компания может, заказчик может делать сам, но по тем иным причинам готов это уссорить. Ну, бухгалтерские услуги, минимальный юридический консалтинг, реклама, какой-нибудь дизайн и так далее, и так далее. Услуги, которые характеризуются как седина. Это может быть как горизонтально, так и вертикально. То есть, это люди, которые обладают определенной экспертизой. Ну, помятое всерожное выступление Александра, это эксперты. Они могут быть как эксперты в узкой области, допустим, в области, допустим, авиации, в зонах перевозок. Так могут быть эксперты в узкой области, допустим, в тайминге. То есть, они эксперты. У них есть седина, их нанимают потому, что у них есть эта экспертиза. Ну, и есть мозги. Это та ситуация, когда клиент сам себе не может поставить диагноз и говорит, вот у меня что-то плохо, вот хотелось бы. А что плохо? Я сам не понимаю. То ли это что-то у меня с структурой организационной, с мотивацией, или там с маркетингом рекламы, или еще с чем-то. Вот помогите. И здесь помогает понять, кто мы такие. И нужно четко понимать, что компания, которые там, процедуры седина или мозги, они либо такие, либо такие, либо такие. И одна из основных ошибок заключается в том, что компания процедурная берется за седину или за процедуру, или наоборот. У мозгов очень, мозгам очень хочется денег, и они полезли, допустим, решать процедурные вопросы. Ну, это скорее болезнь, не Москвы, это скорее болезнь в наших регионах, но там это сплошь и рядом встречается. А здесь очень просто. Надо посмотреть на нашу компанию и посмотреть соотношение младшего, среднего и высшего персонала. И на чем мы зарабатываем деньги. У нас штат квалифицированный, мы занимаемся неквалифицированной работе. то есть закалачиваем микроскопом гвозди. Ну, на самом деле здесь что получается? То есть мы слишком квалифицированы для процедурного проекта. Или наоборот, у нас штат средней квалификации, мы взялись на задачу, которая нам усиленно не поступала. и здесь нам, скажем так, помогает экономика. Ну, все компании, которые занимаются оказанием услуг в сфере B2B, они, как правило, ориентированы на получение дохода учредителям. И вопрос, как зарабатывает учредитель деньги. Если учредитель, зарабатывая деньги, нанимая много персонала, который делает стандартную работу, стоимость одного часа не велика. За счет того, что он организовал хорошо работу, у него минимальные издержки, он получает хорошую прибыль. Мы говорим про экспертизу, то есть про седину. Есть экспертиза. Да, я понимаю, что у меня есть процедура по указанию данных услуг. Я натренировал свой персонал, продаю это достаточно дорого, но за счет того, что люди выполняют, обученные мной люди выполняют работу, которых я и научил, я получаю этот процент. У меня меньше людей на проекте, но часто стоит дороже, условно говоря. Ну, и если мы говорим про мозги, то, как правило, от среднего и низших персонала практически нет. Ну, секретарши, которые готовят гофи, люди, которые там обеспечивают какую-то логистику переговорную, готовят документы, но работу выполняют, как правило, первый человек. И вот непонимание это очень часто приводит к, скажем так, непонимание того, что ты либо такой, либо такой, либо такой, это очень часто приводит к тому, что мы себя неправильно позиционируем. Вот если вспомнить вчерашнее выступление Александра, когда он говорил «эксперт», то по большому счету он говорил про седину. То есть он говорил про компании, которые имеют седину в рамках конкретной компетенции. Ну, во-первых, есть еще седина в рамках, допустим, конкретной отрасли. И я вас уверяю, что есть отрасли, допустим, банковская, там, допустим, то, что мне было при стране, я сказал, авиаперевозки или еще что-то. И там эксперты, получается, существенно больше, чем эксперты по маркетингу еще почему-то. И вот понимание того, что наше позиционирование диктует нашу внутреннюю экономику, на чем мы зарабатываем деньги, говорит о том, что мы вот такие и никакие иначе. Кроме того, это диктуется еще и позиционированием. Я говорил, что классика вообще работает. Вспомним Портера в старину. Если мы говорим о дифференциации, это мозги. Дифференциация – это мозги. Если мы говорим о фокусировании, то это седина. Если мы говорим о минимизации издержек и лидер по издержкам, или минимум издержек, то это, понятно, процедура. То есть на самом деле, опять же, если мы сами не поняли, кто мы такие, мозги седина или процедура на данный момент, подчеркну на данный момент, то у нас появляются еще и виллы с собственным позиционированием. А если мы этого не сделали, то мы, на самом деле, попадаем в ту самую ситуацию, про которую я говорил в начале. Ожидание клиента мы не удовлетворяем. Клиент пришел к нам, говорит, вы же тут юридическая фирма, да. Вот сделайте мне вот это, вот это и вот это. Что-то такое, выходящее далеко за рамки простого юрисконсульта. И понятно, что он этого не сможет сделать. Если человек не откажется, если не скажет, не, это не для меня. У меня вон сидят девочки, которые занимаются абсолютно стандартными вещами. Вот это не к нам. Ну и немножко эзотерики на последние пять минут. Опять же, классик. Дифференцируйся и любые. Вспоминаем вот ту картинку, которую я рисовал. Восприятие и важность. И когда мы говорим об области конкурентных преимуществ, и откуда она появляется, здесь очень важна следующая вещь. Андрей упоминал, что меня за человеком довелось немножко поработать, за что я благодарен, так сказать, в судьбе. И у него же там четыре постулата. Нужно найти, творить, прикасать и так далее. Вот из этих постулатов следует очень простая вещь. Когда к вам приходит маркетолог и говорит, я вам сейчас тут придумываю позиционирующую идею, вы тут порвете рынок, гоните его с шею. Нельзя для компании придумать позиционирующую идею абстрактно. Она не существует. То есть позиционирующая идея, дифференциация, конкурентные преимущества – это не придумки. Это на самом деле то, что вчера рассказывали. Это сущность компании и ментальность ее руководителя. И если мы говорим опять же об услугах, то здесь это умножается еще раз на десять. Если мы не верим, если для нас нет ценности в том, что мы делаем, то это не будет поясняющим привычным. Это будет то же самое, что на корове будет седок, который будет висеть на нем криво. То есть гоните его за шею. Правильный специалист должен вас изучить и сказать, вы вот такие, для вас вот это, а не прийти со стороны со словами, мы сейчас, я вам тут посоветую, мы всех порвем. Пусть их порвем. Ну и напоследок такая маленькая вещь, как человек испорченный высшим математическим образованием, я нашел среди маркетинговых инструментов такой инструмент, как Brand Evaluator Manager, разработку компании Янкин Грубиком. Для нашего игру я понял, что на самом деле это петля гистерезис. То есть это движение тела в среде обладающей памятью. Так вот, оказалось, что наше поведение на рынке, оно обладает ровно теми же условиями. Как только мы нашли некую позиционирующую или дифференцирующую идею, мы как-то обыделились, да, то мы сначала должны доказать, то есть у нас есть отличие, его важность, знание людей о том, о чем мы важны и уважение, то есть деньги, которые они нам несут. И, соответственно, мы сначала переходим в то, что люди осознают, что наше отличие важно. После этого они об этом узнают, широко становятся известны, мы становимся лидерами. Но правда заключается в том, ничего нельзя рассматривать статично. Не бывает один единственного позиционирующего преимущества. Оно изменяется. И если мы его теряем, а, как правило, лидеров догоняют рынок, да, вот когда вы будете номер один, ничего подобного. Рынок сожрет всех. Если вы делаете что-то правильно, то вас съедят. В зависимости от рынка это происходит полугода, это трех лет. Максимальный круг – три года. То есть либо рынок вида изменяется, либо то, что вы делаете, чем вы отличаетесь, становится стандартом. И если в вашей ментальной цене заложено изменение, и вы не приложите вот эту петельку, то есть входя на упадок, а потом на стагнацию, вы не делаете из этой петли спираль, то, как бы, наверное, будет очень сложно. Ну и на этой счастливой ночи я готов. Закончите и ответственного опроса. Вопросы, пожалуйста. Вы заснули или загрузились? Что съездили? Встаем, встаем, чтобы уставался ничего. Алексей. Скажите, пожалуйста, вот как оцениваете успех разные показатели восприятия и ожидателей? Ну, конечно. Это целая матрица, которую мы смотрим и без нее работаем. То есть мы сначала делим весь наш бизнес на некие сегменты. После этого в этих сегментах, ну, понятно, что мы просто идем по бизнес-схеме со стороны тех, то есть наш бизнес-процесс, какой он воспринимается клиентом, да? То есть начиная с того, чтобы он получил от нас некую афферту, это может быть прямое обращение, это выходная, прямая продажа, это может быть тот же самый спам, это все что угодно, да? После этого первые переговоры, снятие технического задания, выполнение, внедрение после гарантии на кружку и так далее. Только все это еще делится на мелкие кусочки в зависимости от статистики нашего бизнеса. Про каждый из этих элементов мы смотрим, насколько он критичен с точки зрения клиента, да? И, ну, то есть вот эта вот нейтральная зона, это первое, да? Куда она смещена? Что если мы будем вкладывать деньги вот сюда, то много денег тоже, клиент будет не сейчас. Вообще ничего не будем вкладывать, да ему будет пофиг. Это первое, да? Второе. Будем вкладывать, 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 счастливым не сделаем. А если чуть-чуть выпустим, то я просто не счастливую от вас убежим. Вот, сви по всему. То есть это на самом деле огромная таблица, которую мы с вами составляем как в некую таблицу. Ну, сами скажите, подумайте. Ну, допустим, отель. Войдемся на B2C, да? Чтобы было проще, да? Отель. Вы можете отель оценить одним каким-то элементом. Это, это же, ну, то есть, как бы самый разработанный на самом деле бизнес, наверное, гостеприимский, да? Индустрия гостеприимства. В отеле же нельзя сказать о том, что вот есть некий элемент, который этот отель выделяет. Там хорошо, там есть стандарты. Там есть худо-бедная какая-то звездная классификация. Там есть понимание там виповских, топовских и более-менее стандартизованных, да? Вот в бизнесах других, где оказываются услуги, вот этой стандартизации в отраслевой практически не существует. Поэтому, извините, мы для себя должны разработать стандарты. Это очень большой документ. В этом стандарте мы говорим, да, вот здесь хуже нельзя, вот здесь вот лучше делать, лучше, если мы хотим, вот здесь вот эта критическая зона, да, ну, и так далее. То есть это на самом деле огромный документ. Я ответил, да, на вопрос? Спасибо. Еще? Вопрос. Парышек короткий. Меня зовут Татьяна Кюкалманина. Вот вы сейчас распределили несколько категории, которые принимают решение на опублициацию. А если у вас структура, каким образом работать с этими ролями? Как информацию продавать? Как ее продавать? Да, спасибо за вопрос. На самом деле это ужасно индивидуально. То есть, есть организации очень открытые, с которыми удобно работать, они с тобой делятся все информации. Есть в организации предельное закрытие. И вообще понять, кто там как принимает какое-то решение, ну, практически не удается, да. Ну, это банки со всеми их там заморочками, крупные госкорпорации, то есть там все как бы, ну, или полугоскорпорации, да. Там вообще ничего не происходит. Поэтому вот на самом деле все очень и очень индивидуально. Иногда вы зацепили там через вам какого-нибудь человека, который просто играет с пользователем, и он настолько вас заинтересован, что он начинает сам ходить по коридору и говорить, а вот если мы вот у них вот это вот закажем, то будет вот так вот так вот хорошо. И он выполняет роль вашего продавца внутри, да. Бывают ситуации, когда ты настолько забронтирован, что ты тогда уже похож на первое лицо, которое вызывает всех. Ну, то есть лицо, которое даже не принимает решение, которое утверждает решение. То есть вы настолько забронированы, что он говорит, о, покупаем вот это. И как бы, деньги, значения не имеют. Он говорит, да нет, мы тут вот знаем другие компании, они просто делают то же самое в два раза дешевле, в два раза эффективнее. Он говорит, нет, мы покупаем вот это. И сверху запускается вот такая вот хозяйка. Вот. То есть варианты бывают всякие разные. Ну, единственное, что, конечно, нужно сразу же избегать от того, чтобы продавать через привратник. Привратник будет как раз тот человек, который практически никогда не появляет решение. А вот выходить на какую-то из трех, ну, важно, конечно, оптимально выходить на принимающего человека, принимающего решение. Да. Еще? Алексей, большое спасибо, прежде всего, за ваш интереснейший доклад. Вопрос немножко такой. В качестве итогов у вас там был интересный подзаголовок, какой же маркетинг смертельный. Вы ответили, я понимаю, что, во-первых, это непонимание, какая услуга нужна, да, прекрасная пример. Во-вторых, это позиционирование неким внешним маркетологом на квадрате различности компании. А вот все-таки, как-то, если подытожить, да, вот, можете формулу какую-то, если в этом есть смысл, конечно. Смысл есть, и смертельный маркетинг появился из, ну, скажем так, соображений некой редактуры, да. А смысл такой, что, если плохой у нас маркетинг и не учет качества наших продуктов, наши услуги, на услуги, да, то опять смертельный маркетинг. Пожалуйста. Это был последний вопрос. Большое спасибо. Поблагодарю, Алексей Анатольевич. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь вы понимаете наряда.